Если бы не проливной дождь в зале кинотеатра России, в Саранске наверняка было бы еще больше людей. ЛДПР Мордовия пригласила гостей на 77-й юбилей вождя. Перед входом в кинозал большая фотовыставка. Тут и исторические фотографии, те, что связаны с визитами Жириновского в Мордовию. Основатель одной из старейших партий России, ЛДПР, ее многолетний лидер, яркий оратор, он умел собирать вокруг себя людей. Владимир Вольфович – пророк, политический оракул, называют его пророк. Но вот его пророчества, они построены не просто на каком-то мифологизме, он на самом деле был очень крупным ученым, очень мощным аналитиком. Все его пророчества, скажем так, в кавычках, они основаны на мощной аналитике, которой он обладал. Более того, он специалист по Ближнему Востоку, он доктор наук. И все эти его знания, как раз они вот сейчас, и вот как раз сейчас, и вот в наше время особенно, они актуальны, то, что он говорил. Даже оппоненты считали его настоящим патриотом и признавали влияние на политическую жизнь страны. Жириновский любил говорить о будущем. Многие из его прогнозов, что на первый взгляд походили на гротеск, тем не менее, сбылись. И это особенно ценит молодое поколение. Владимир Вольфович, он очень умный политик был. Он мне нравился как политик. Мне нравится Жириновский, потому что он хороший политик и харизматичный. Соратники по партии решили подготовить к 77-летнему юбилею Владимира Жириновского документальный фильм, чтобы рассказать широкой публике, каким был создатель ЛДПР для тех, с кем работал каждый день. Рассказать вам о нашем Жириновском. Это не заменит живого Жириновского. Но это даст возможность почувствовать. По информации ЛДПР к следующей годовщине политика, Университет мировых цивилизаций планирует оцифровать выступления основателя партии и на их основе создать первую в мире политическую нейросеть «Жириновский». Владимир Вольфович остается для всех нас живым. Его бессмертное наследие, его уникальная способность, силу интеллекта заглядывать в будущее, предсказать то, что происходит сегодня. Тот момент истины, который переживает сегодня Россия, весь русский мир и его идеи, его подходы и принципы с нами. На Новодевичьем кладбище у памятника политику в этот день живые цветы и посетители. Юлия Парунова, Александр Зюзяев. Наши новости.